Сегодня вечерний Магдан совершил рейд под трем торговым точкам, находящимся на территории города. При проверке было выявлено, что на шестом километре основной трассы продажа овощей и фруктов осуществляется на основании разрешения. У продавца оказался необходимый документ, который он нам любезно продемонстрировал. А можете показать? Покажите, пожалуйста. Да, да, конечно. Видишь? Продавец в палатке с овощами и фруктами на речной 79 на просьбу предоставить разрешение показал на бумагу, где были напечатаны данные о том, что торговец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Однако соответствующие документы на осуществление продажи именно в этом месте не показал. Последним местом, которое посетили журналисты вечернего Магадана, была торговая точка на 13-м километре возле магазина «Кристина». Там ситуация оказалась хуже. Необходимых документов на реализацию овощей и фруктов у продавца при себе не было. Более того, когда мы спросили, есть ли они у них в целом, то нам ответили, что он всего лишь продавец, а не начальник. Решать законно, или там производится торговля или нет, будут соответствующие органы. Потому что за подобные нарушения грозит административная ответственность. Существует вообще закон о Магаданской области, 583 ОЗ. Есть такое административное правонарушение, предусмотренное статьей 3.18. Это нестационарное осуществление торговли или оказание услуг общественного питания вне мест определенных органами местного самоправления. То есть это считается административным правонарушением. И лицами уполномоченных на составление протоколов о фактах этих нарушений являются все специалисты Комитета по работе с хозсубъектами. Комитета по работе с хозсубъектами.